здравствуйте дорогие друзья и сегодня мы с вами будем лепить супер сержа из игры бравл старса начнем мы как всегда с ног и для ноги вернее для двух ног сразу нам понадобится 12 грамм мастики красного цвета хорошо и вымешиваем мастика у меня добавлены sms что это такое как этим пользоваться есть на видео такой урок называется вопрос ответ поговорим о мастике там я рассказываю и показываю как правильно добавлять sms на что ориентируюсь именно я это не есть какой-то канон вы можете выбрать для себя другой способ ориентации то есть по плотности вашей мастики я имею ввиду я лишь показывает он какая мастика удобно для работы мне и так скатали вот такой три с половиной на 1 и 8 можно чуть-чуть до 4 почти с какая цилиндр свой и делим его пополам но делим не ровно а наискосок вот так на две части получается у нас вот такие две ноги красного цвета сделали теперь берем мастику желтого цвета небольшой кусочек приклеиваем сверху вот так то же самое повторяем и со вторым ботинком на переднюю часть нашей ноги нам понадобится небольшой кусочек более темного красного цвета опять скатали вот такой небольшой шарик у меня этот шарик весом полтора грамма раскатываем его делим пополам на две части и прикладываем нашим сапожкам вот так если хороший липкий слой у мастики то не нужно ничем смазывать она и так будет отлично все держаться если слой не сильно липкий значит обязательно смачиваем клеем либо водичкой у меня клей на основе смс для этого вам понадобится 1 2 грамма смс очки и 40 грамм воды сколько надо было добавлять смс зависит от того какой вас смс и какой силы сделали теперь опять возвращаемся в желтой мастики вырезаем вот такую вот тоненькую полосочку и нам нужно ее приклеить на сюда на нижнюю часть ботиночек такие вот полосочки сделали теперь сделаем верхнюю часть ботиночек для этого возьмем 8 грамм мастики опять скатываем шарик опять катаем цилиндр небольшой по толщине он должен быть приблизительно такой же как и ботиночки старайтесь края сразу сделать как можно более плоскими так будет выглядеть фигурка более аккуратная сделали вот такой цилиндр примеряем к нашей ноге подходит все идеально три сантиметра на 1 и 8 разрезаем опять на из косочек подтягиваем верхний угол делаем вот такой надрез по центру не разрезаем просто имитируем надрез смазываем клеем и приклеиваем все то же самое повторяем со второй ногой для верхней части так называемых трусиков нам понадобится 8 грамм мастики опять скатали шарик положили его на стол пальчиками прижали вот у нас уже практически образовались те самые трусики которые нам нужны примеряем смотрим чтобы как говорится все было в пору если все подошло вас устраивает тогда оставляем у меня получилось сейчас я вот вам замерю все здесь тоже закрепляем стараемся сразу сделать острые углы так как это робот все должно быть острые углы таки вот трусяшки это три сантиметра на два здесь по высоте не у меня получились один и восемь сантиметра смазываем клеем обязательно либо водичкой приклеиваем трусяшки нашим ногам вот так берем шпажку макаем ее клей не вкручивающими движениями вставляем в ножку здесь все тоже самое повторяем обязательно вкручивающими движениями все это делаем чтобы не сдеформировать нашу фигурку лишние шпажки мы отрезаем отрежу чуть повыше так как мы будем насаживать тело и она достаточно мощная поэтому оставляйте зазор повыше единственное что здесь все таки срежу поменьше чтобы при одевании верхней часть не сдеформировать ее для тела возьмем 50 грамм мастики и скатаем шарик теперь формируем прямоугольник делать это можно либо и как я делаю скалкой либо вы можете взять небольшой кусочек мастики и просто вырезать этот прямоугольник то есть смотрите как вам будет удобней создаем острые уголочки проходим все так пальцами по периметру прямоугольника еще раз разглаживаю скалкой делаем так несколько раз для того чтобы добиться максимально максимально красивого прямоугольничка я еще раз вот так пальчиками прохожусь прорабатываю уголочки делайте это не обязательно смотрите сами до какого идеала вы хотите довести ваш прямоугольничек меня вот такой вполне устроит и так здесь у нас будет четыре с половиной на три с половиной по ширине он у меня два и три сантиметра сделали теперь оденем его на нашу это вот каркасную точку аккуратно стараясь не сдеформировать свой прямоугольничек одеваем его разглаживаем приглаживаем если что прорабатываем какие-то настошевчики вот так для рук нам понадобится 5 грамм мастики опять катаем небольшую колбаску делаем вот такие острые края получилось у нас 3 сантиметра на 1 и 2 разрезаем пополам опять подкручиваем все то же самое повторяем со второй рукой для рук нам понадобится желтая мастика 5 грамм хорошо ее вымешиваем и раскатываем шарик укладываем на стол и слегка приплюскиваем прокатываем между пальчиками получается у нас вот такая запчасть здесь у нас полтора сантиметра верхняя часть 0 полтора сантиметра нижняя 2 также возьмем темно-фиолетовую мастику небольшой кусочек скатали вот такой где-то полтора сантиметра в диаметре смазываем клеем желтую мастику и приклеиваем к ней кусочек фиолетовый положили на стол и сделали небольшую плоскую часть для того чтобы нам было удобнее потом приклеивать ее к телу здесь у нас полтора сантиметра в длину также смазываем клеем и приклеиваем смазываем клеем берем небольшой кусочек желтой мастики скатали шарик приплюскиваем его смазываем клеем с другой стороны и приклеиваем руку и делаем и получается у нас вот такая вот рука на данный момент то тоже самое повторяем и со второй рукой берем клей смазываем детальки наклеиваем желтый кусочек чуть чуть выше основы чтобы зафиксировать руку в нужном положении делаю вот такую небольшую подпорочку так наша рука высохнет в правильном положении то же самое повторяем со второй рукой теперь украсим переднюю часть его костюмчика для этого нам понадобится снова желтая мастика а также светло сиреневая и нежно голубая желтой мастики раскатываем небольшой тонкий пласт и вырезаем треугольник приклеиваем его на переднюю часть небольшой кусочек желтой мастики приплюскиваем создаем вот такой кругляшок и приклеиваем теперь берем мастику светло-сиреневого цвета вот такую как мы использовали с вами на его ножки раскатываем небольшой тонкий пласт и вырезаем вот такой вот прямоугольник большой и маленький возьмем смазываем клеем смазываем и приклеиваем теперь возьмем вырежем еще один треугольник маленький возьмем возьмем мастику голубого цвета и скатаем еще один небольшой треугольник по размеру равный нашему треугольнику но более длинным вот так из мастики сиреневого цвета катаем небольшой шарик и приклеиваем его на центр нашего робота любым удобным способом формируем рисунок по центру для головы нам понадобится вот такой квадратик весом 15 с половиной грамм делаем мы его точно так же как и делали тело по сантиметрам у меня это два и восемь на два с половиной чуть чуть более такой прямоугольники сделали установили теперь берем мастику желтого цвета и сделаем ему верхнюю часть головы головы возьмем кусочек мастики желтого цвета приблизительно весом 1 грамм скатали два вот таких шарика и выкатываем капельки вот такие небольшие с одной и с другой стороны сделали смазываем клеем берем капельки слегка и приминаем и укладываем вот сюда на боковые части если вам так неудобно можете просто вырезать из мастики кусочки и делаем делаем теперь берем мастику светло сиреневого цвета и раскатываем тонкий пласт вырезаем и примеряем пласт у меня получился два сантиметра смазываем клеем и приклеиваем к мастике лишнее отрезаем делаем улыбку для этого берем мастику белого цвета раскатываем тонкий пласт и вырезаем такой полукруг приклеиваем к голове скальпелем формируем зубы из мастики темно-сиреневого цвета делаем очки раскатываем мастику тонким пластом делайте это только не очень-очень-очень тонким то есть достаточно средний такой я вам скажу сколько у меня это 0,3 сантиметрика подрезаем вот так на небольшой скосочек и примеряем теперь вырезаем очки можно это сделать сразу как я непосредственно либо отмерить по вашей фигурке сколько очки получились у меня я вам сейчас скажу такие вот очки также можно вырезать это не скальпелем а ножницами и так расстояние здесь у меня 1 из 6 но можно сделать полтора и по два сантиметра с каждой по длине получается с каждой стороны берем кисточку смачиваем ее клей либо водичку и приклеиваем очки из мастики желтого цвета делаем верхнюю часть на нашу голову для этого возьмем 4 грамма мастики желтого цвета скатали шарик сделали небольшой прямоугольничек все это можно сделать непосредственно перед тем как устанавливать фигурку верни голову на фигурку либо можете это сделать как я тут смотрите сами как вам удобно я сейчас подгоню под свою фигурку и после этого буду устанавливать если у вас хороший липкий слой то не обязательно ничем смачивать если слой липкий плохой тогда обязательно конечно же смазываем клеем либо водички так делаю острые края здесь у меня три на полтора смазываю клеем и устанавливаю верхнюю часть на фигурку на фигурку аккуратно стеком оттягиваю края теперь берем опять же мастику желтого цвета и вырезаем такую звезду ему на голову она довольна таки у него большая вырезала произвольно сейчас посмотрю большевата значит еще подрежу мне мне так делать удобней вы смотрите ориентируйтесь на себя если вам неудобно вот тогда отмеряйте нужный размер вашей звезды у меня я скажу вам вот так два сантиметра во лбу звезда ларит сделали теперь сделаем кулаки на наши руки на каждую кисть нам понадобится 2 грамма мастики опять формируем вот такой вот небольшой прямоугольничек у меня это полтора на один сантиметр положили его на стол линейкой либо любым другим удобным для вас инструментом делаем вот так приплюснули скальпелем срезаем теперь вот эта часть приплюснутая у нас 1 и 6 сантиметров делали обязательно делаем вот такие надсечки это нужно для того чтобы рука хорошо сложилась разрезаем на 4 пальца также и здесь делаем характерные надсечки хорошо раздвигаем разрезаем и прям вот раздвигаем наши пальчики теперь их можно согнуть и приложить к нашей основной руке сделали все то же самое повторяем и со второй рукой теперь сделаем большие пальцы рук берем небольшой кусочек раскатываем линейкой либо другим удобным способом приплюскиваем вырезаем вот такие два небольших пальчика и приклеиваем их нашему роботу так здесь повторяем все тоже самое сделаем блики теперь сделаем блики так и у меня здесь палитра на ней накапаны разнообразные гелевые красители итак смешиваю белый со светло-сиреневым и рисуем блики на очках можно даже более светлый сделать свет и тоненькую линию здесь сделаем надписи на наших детальках более темным цветом закрасим здесь и здесь закрасим здесь и здесь и так и 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 Global и и и это и и и и и и смотрите сами как будет вам удобней так соответственно и делается я просто нарисую и сделаю надпись это опять же не обязательно уже по желанию сможете делайте нет то не надо для пущей красоты добавим немного бликов это будет бы добавлять большего такого эффекта того что у нас это блеск металла делать это или нет уже смотрите сами на ваше усмотрение принципе конечно же это делать абсолютно не обязательно но мне кажется так будет гораздо реалистично вот такой робот у нас получился надеюсь что данный урок вам понравился и вы поставите ему свои лайки также конечно же буду ждать ваших комментариев ну и как всегда если вы были со мной впервые значит обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не упустить новых видео на сегодня все всем пока пока